Слава нашему Господу, дорогие друзья! Брат Пётр передо мной говорил очень правильные вещи, и, наверное, мне стоит присоединиться к его словам. Давайте прочитаем некоторые места из Библии сначала. Мы прочитаем послание к евреям с 3 главы, с 12 стиха такие слова. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твёрдо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Вот это место. И давайте ещё прочитаем одно короткое событие, записанное, известнейшее вам событие. Это записано в Бытие, в 31 главе. Это когда Иаков, когда он прослужил около 20 лет у своего тестя, работал, можно сказать, за бесплатно все эти 20 лет, получил себе двух жён, там какие-то стад, стада какие-то взял. И потом Бог ему сказал, возврати землю твоего отца. И Иаков, не предупреждая своего тестя Лавана, забирает своих детей, забирает своих жён, всё своё имущество и молча уходит. И вот здесь написано, 22 стих, 31 глава Бытие, здесь написаны такие слова. Тогда не было мобильных телефонов, не было интернета. Поэтому здесь написано так. «На третий день сказали Лавану, что Иаков ушёл». Прошло три дня, пока какие-то люди, наверное, они были на приличном расстоянии друг от друга, я понимаю, какие-то люди ходили, наверное, как-то общались, и обнаружили, что Иакова просто там, где он стоял, где были его стада, где были его палатки, ничего нет. Тогда он взял с собой Лаван, взял с собой сынов и родственников своих и гнался за ним семь дней. И догнал его на горе Галаад. Похоже, что он гнался за ним семь дней, но по ночам ему приходилось останавливаться и всё-таки отдыхать. Здесь написано, 24 стих, так. «И пришёл Бог к Лавану Араминянину ночью во сне и сказал ему, «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». И догнал Лаван Иакова, Иаков уже поставил шатёр свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил, тоже видно, шатёр на горе Галаад. Вы знаете, сколько лет живу на земле, сколько раз читаю это место, никогда не мог понять вот этот стих, 24 стих. «И пришёл Бог к Лавану Араминянину ночью во сне и сказал ему, «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Вот не понимал этот стих абсолютно. У меня был всегда вопрос, «Ну, не говори, Бог был на стороне Иакова». Я думаю, что с этим все согласны, да? Бог был за Иакова. И, может, Бог ничего особенного не имел против Лавана, но для Иакова он был действительно Богом и другом, и небесным отцом, и всем он был для Иакова. И Бог сказал Лавану, «Не говори Иакову ни доброго, ни худого». Я всегда думал, ну окей, не говори плохого, с этим всё понятно. Бог не хотел, чтобы Лаван говорил Иакову что-то плохое, потому что это был его слуга. И Богу не понравилось бы, если бы Лаван его слуге говорил какие-то плохие слова. Там угрожал или ещё что-нибудь. Богу это не нравилось, поэтому он говорил, «Не говори ему плохого». Но почему не говорит доброго? До меня, вы знаете, это никогда не доходило. Буквально, наверное, месяц назад, рассуждая над своим сердцем, рассуждая над своим духовным состоянием, знаете, что я в себе обнаружил? Лукавство. Я в себе обнаружил лукавство. И обнаружил его очень просто. Если кто-то не знает, что такое лукавство, я вам проведу один пример. Например, вы и ещё кто-то, вы увидели или знаете, это такой сказочный пример, вы знаете, что где-то закопан клад, да? И вы говорите тому, «Ты знаешь, ты пойди туда, давайте проведём более реальный пример. К примеру, вы ещё кто-то хотите взять какую-то позицию на работе. Хорошая позиция». И вы тому человеку говорите, «Ты знаешь, я вчера вычитал, очень есть хороший афр, хорошая позиция, предлагают хорошую работу. Давай, я тебе точно говорю, ты там будешь на хорошей позиции, будешь хорошие деньги получать, заполняй туда аппликацию, и давай, иди туда». В то время вы прекрасно знаете, для чего вы это делаете. Вы делаете это для того, чтобы этого человека спихнуть в сторону и самому взять ту работу, которую вы хотите вдвоём взять. И кто-то из вас должен взять её, или один, или второй. И вы, желая человеку хорошего, прекрасного, самого на лучшего в его глазах, просто-напросто спихиваете в сторону. Бог видит ваше сердце. И Бог видел сердце Лавана, и поэтому Он ему сказал, «Не говори Якову ни доброго, ни худого». Худого не говори, потому что Бог на стороне Якова, доброго не говори, потому что Бог ненавидит лукавство. Вы знаете, проживший на земле уже почти 47 лет, недавно еду я по дивизиону. Я, по-моему, рассказывал это уже. Ещё раз послушайте, если кто не слышал. И там возле одного спортклуба, там постоянно вывешивают что-то новенькое. Там сайн такой стоит, и что-то новое они там пишут. Как бывает возле церквей пишут, а это возле спортивного клуба пишут. И там написано так, по-английски, конечно. «Не жалей о том, что ты стареешь. Это привилегия, то есть постареть, это привилегия, в которой многим отказали». Вы знаете, очень красивое, умное высказывание. «Не жалей о том, что ты стареешь». Это привилегия, в которой многим отказали. Многие умерли молодыми, они так и не успели постареть. И поэтому, если сегодня кто-то из нас стареет, это привилегия. Но вы знаете, стареть — это одно. Говорят такое выражение, что с возрастом проходит мудрость, но иногда возраст проходит один. И сегодня я смотрю на многих людей, смотрю на самого себя, смотрю на старших людей. Я сегодня не хочу унизить никаких пожилых, людей. Многие из наших людей, пожилых, я имею в виду в собрании, для меня это примеры, для меня это святые люди. Вы, конечно, не знаете, на кого я смотрю. Я не буду называть ваши имена, чтобы не возвеличить вас и не огорчить кого-то других. Но многие старшие люди для меня, для меня, как я говорю, пример. Но на некоторых старших людей, которые уже находятся, можно сказать, на пороге вечности, я смотрю и прихожу к выводу, что жизнь прошла, но человек так и не изменился. Мне вспоминается то место, где Христос проводит притчу про смоковницу бесплодную, и говорит, сруби ее, зачем она и место занимает. Как я уже сказал, мне уже почти 47 лет. И когда я абсолютно недавно в своем сердце, в одной жизненной позиции обнаружил лукавство, я вспомнил вот это место за Иакова, и мне все сразу стало ясно. Сразу, через 47 лет, мне стало ясно, что Бог имел в виду. Вы знаете, мы все хотим пробуждения, мы все хотим исцеления, мы все хотим, чтобы в нашей церкви Бог начал действовать, чтобы мы, когда молились за какого-то больного, чтобы он был исцелен, чтобы в нашей церкви было пророчество. Все хотят? Все хотят. Вы знаете, что нам сегодня нужно? Я не говорю о всех. Вы знаете, я буду говорить о себе. А каждый пусть рассуждает для себя. Что нам сегодня нужно? Нам нужно покаяние. Нам сегодня нужно пророчество, но не в первую очередь. Нам сегодня нужно исцеление, но не в первую очередь. Вы знаете, я уже об этом говорил много раз. Некоторые проповеди я забываю сразу после того, как проповедник сказал «Аминь». Я их уже не помню. Я вышел в церкви, я их уже не помню. Некоторые проповеди я помню всю свою жизнь. года два назад здесь приезжал один человек, не помню его имя, не помню, что он толком говорил, прошло все-таки приличное время, но он рассказывал о том, как Бог исцелил его жену от рака, без всяких химиотерапий, без ничего, просто по молитвам исцелил. Вы знаете, мне запомнилась одна его фраза, которую он сказал. Он говорит, «Бог хочет дать сегодня дары, но не знает кому». Вы знаете, вот эта фраза у меня сидит уже два года в голове. «Бог не знает, кому дать». Мы сегодня с вами как сосуды, как тарелки и чашки, которые находятся в каждом доме из вас. Вы знаете, если сегодня моя старшая дочка моет посуду, я могу смело брать кружку и использовать ее. Но если сегодня я поставлю своего десятилетнего сына мыть посуду, он вымоет ее, и он будет считать, что она чистая. Но когда я приду и возьму эту кружку, я не буду с нее ничего ни пить, ни есть. Мне придется ее перемывать для того, чтобы ее можно было использовать. Мы смотрим на себя по нашим стандартам. Сегодня Бог хочет, чтобы наше сердце было очищено по Его стандартам. Вы знаете, Божьи стандарты, они намного выше. Намного выше, чем мы можем себе представить. И когда, как я уже сказал, прошло 47 лет, я обнаружил в своем сердце лукавство, я сказал, Господь, все, что мне нужно, мне нужно покаяние. В первую очередь, мне лично нужно упасть на колени, сказать, Господи, столько зла в моем сердце. Вы знаете, когда-то ко мне приходили демонстрировать пылесосы, рейнбоу пылесосы. Все слышали, наверное, уже про них тысячу раз. И один из них, их примеров, почему они толкают людей на покупку этих пылесосов, они говорят, у вас воздух чистый? Ну, хозяин говорит, конечно, чистый. Он включает лампочку, он берет, бьет по карпету, включает лампочку. Вы знаете, сколько там пыли в воздухе? Ужас. Просто ужас. И хозяин просто в ужасе, каким он воздухом дышит, и он покупает этот пылесос за три тысячи долларов. Примерно что-то происходит с нашим духовным состоянием. Мы думаем, что у нас все нормально. Но когда мы начинаем смотреть на свое сердце в свете Слова Божьего, когда мы начинаем смотреть в свое сердце так, как Бог на нас смотрит, мы можем пройти просто в ужас. Хочу еще одно место прочитать. Не буду читать, я его просто вспомню. Там написано «Воля Божья, что есть освящение ваше». Сегодня Давид, мы сидели в пастырской, и Давид говорит, мне прислали три текст-месседжа на телефон, чтобы поститься и молиться за Украину. Там война, я сам с Украины. Вы знаете, честно вам говорю, я сомневаюсь, что я буду молиться и поститься за Украину. У меня есть, есть за что поститься и молиться. У меня есть за что молиться, у меня есть поститься за мое духовное состояние, у меня есть молиться за моих детей, у меня есть молиться за то, чтобы сегодня Бог привел нас всех в то состояние святости, которое Он нас хочет видеть. У нас есть за что поститься. Один человек неверующий, точнее уже верующий, он рассказывал, говорит, вы знаете, как я покаялся? Ну у него спрашивают, расскажи, как ты покаялся. Он говорит, я был абсолютно неверующим человеком. Там, в России. И старшее поколение это прекрасно знают. Наши дети, которым по 15 лет, они ничего не знают. Там у нас у всех были огороды. И над этими огородами, если у тебя нет огорода, ты просто, скорее всего, не проживешь. Ты умрешь с голода. И люди тратили много сил и здоровья, работая на этих огородах. Там были помидоры, там были огурцы, там была картошка. Мы выращивали абсолютно все. И от состояния огорода зависело наше будущее, чтобы мы будем кушать зимой. И он говорит, один раз, этот человек, говорит, я один раз наблюдал такую картину. Как раз все выросло. Уже можно было очень скоро собирать помидоры, огурцы, картошка. У его соседей, у верующих, был прекрасный огород. Рядом с ним жили верующие соседи. Я говорю, один раз я наблюдаю такую картину. Какое-то домашнее животное, которое верующие эти держали, вырвалось, значит, с сарая и начало мотаться по этому огороду. Вы можете представить, что там осталось на огороде? И хозяева, конечно, выбежали и начали ловить это домашнее животное на этом огороде. Что там было после этого? Там ничего не осталось. Я смотрел, как они за ним гоняются, и я думал, сейчас они поймают. И вот это они ему дадут так, как надо. И когда они его поймали, я стоял, наблюдал за этой картиной, когда они его поймали, просто взяли за этот ошейник, погладили, завели в сарай, и говорит, я зашел и задумался над святостью этих людей. Никакого не было проповеди, ничего. Они просто его поймали, успокоили, погладили и завели в сарай. И этот человек покаялся. Сегодня нам нужна святость перед Богом. Сегодня нам нужно просто, как я говорю, мне, не знаю вам, может, вам не надо. Мне надо. Мне сегодня нужно тратить мое время на то, чтобы сказать, Господь, помоги нам, помоги мне быть таким святым, как ты хочешь меня видеть. Очисти меня от того, Давид говорит, проверь мое сердце. Царь Давид в свое время говорил, проверь мое сердце. Не на опасном ли я пути? Он шел нормальным путем. И на тот момент ему казалось, что он шел нормальным путем. Но он говорит, проверь мое сердце, не на опасном ли я пути? Все, что нам сегодня нужно, я говорю, это покаяние. Вчера мы с детьми, думаю, что перед молитвой прочитать, собрались в пятницу на молитву. Я открыл, и мне открылась 13 глава Коринфянам. Качество любви не раздражается, не мыслит. И я начал проверять себя, есть ли у меня эта любовь. Я хочу, чтобы сегодня, может быть, каждый из нас, даже тем, которому уже по 70 лет, проверьте свое сердце, есть ли у нас это все. Мы приближаемся к вечности. Давайте проверим себя по этой 13 главе. Есть ли у нас все это, есть ли у нас это любовь, которая не раздражается, не мыслит зла, у которой нет лукавства, которая радуется тогда, когда твой брат по церкви начал зарабатывать 40 долларов в час, а вы и так и зарабатываете 12 долларов в час. Есть ли у вас радость о том, что брат вышел на хорошую позицию, и он живет сейчас намного лучше, чем жил раньше. Радуйтесь ли вы успеху этого брата по церкви. Радуйтесь этому или не радуйтесь. Давайте проверим каждое свое сердце сегодня. Со мной странное событие одно было. Не помню, рассказывал или нет. Уже память что-то не держит. Если рассказал, значит еще раз послушайте. 10 лет назад, ничего особенного, в принципе. 10 лет назад я проехал сюда, на этот берег, и мы с женой жили в таком трехкомнатном домике. Маленькие комнаты, поэтому дети спали по комнатам, а мы поставили свою кровать в family room. Другого выхода у нас не было. И мы спали в этой family room. И один раз мы легли спать. И уже было темно, конечно же, на улице горел фонарь. Там дерево у нас стояло. И я лежу, слышу, жена моя уже все отключилась, уже храпит, спит. И я лежу так, еще посмотрел на улицу, на это дерево, которое фонарем освещалось. И вы знаете, я увидел, что я поднимаюсь. Я поднимаюсь, и мое тело с меня падает. Вы знаете, это было ощущение, абсолютно никакого страха нет. Такое ощущение, вот если вы спите sleeping bag в спальном мешке, и вот вас берут и вытаскивают с этого спального мешка, а спальный мешок там вниз, допустим, закрепили за землю, и вас оттуда вытаскивают, и этот спальный мешок с вас просто падает. Правильно? Это так произойдет? Это так произойдет. А вас оттуда вытаскивают. Вот это было то же самое со мной. Только я видел, как мое тело падает с меня. Я поднялся уже до потолка, и я увидел, что моя голова, моего тела, оно находится где-то на уровне пояса. И я просто сам смотрю на себя, как оно падает с меня, как тряпка. И потом, буквально доля секунды, я опять лежу уже, как я лежал на кровати, как будто ничего абсолютно не происходило, и такое же дерево за окном, и все то же самое, ничего не изменилось. Вы знаете, после этого у меня абсолютно нету страха перед смертью. Перед самим процессом смерти абсолютно нет никакого страха. Есть только один у меня страх, с чем я предстану перед Богом. Когда наступит момент, и Бог отзовет меня с этой земли, когда Он вытащит меня из этого бренного тела, которое сейчас стоит перед вами, с чем я предстану перед Богом? Какое будет мое сердце? Каким Бог увидит меня тогда? Сколько добрых дел я успею сделать в своей жизни до того момента? Вот эти вопросы, мне кажется, интересуют меня сейчас. Я думаю, что давайте, если кто-то согласен с тем, что сегодня нам нужно пророчество, нужно исцеление, нужно, чтобы Бог совершал какие-то чудеса в нашей жизни, возвещал нам будущее, мы все этого хотим, и это нормально. Апостол Павел говорит, это нужно вам. Но в первую очередь, мне кажется, нам нужно не это. В первую очередь, нам нужно, если кто-то находит себя таким, как я, может быть не здесь, может здесь не очень быть красиво перед всеми каяться. Пройдите домой, если вы считаете себя таковым, станьте перед Богом, искайте Господь. С этого момента я хочу жить по-другому. Давайте встанем перед Богом и попросим Его, помолимся о том, чтобы Бог очистил наше сердце, чтобы Он на протяжении этой нашей жизни мы идем в сторону вечности, неважно, молодежь или старики. Кто-то доживет до 80 лет, кто-то доживет до 100, кто-то доживет, может быть, до 20. Недавно один известный кинозвезда, Пол Вокер, по-моему, да, молодежь его прекрасно знает, он снимался там в фильмах, гонял со скоростью 200 майлов в час по городу. И не так давно он сел со своим другом, вроде был неплохой парень, и он сказал, я через 5 минут вернусь. И они со своим другом куда-то уехали. Через 5 минут его на этой земле уже не было. Теперь новый фильм снимают, и в новом фильме будет сниматься его брат, очень похож на него, насколько мне известно. Но того человека, который сказал, через 5 минут я вернусь, ему было около 40 лет, моложе меня, его на земле уже нет. Поэтому, что будет через 5 минут, никто из нас не знает. Молодежь рассчитывает жить долго и красиво. Дай Бог, дай Бог вам успех во всем. Но главное не это, главное о том, с чем мы предстанем перед Богом. Давайте будем молиться здесь, молиться дома, чтобы Бог сделал нас такими, какими Он хочет нас видеть. Слава Ему за все. Аминь.